Здравствуйте, я Смарев Роман Станиславович, доцент кафедры компьютерной системы и сети. Этот курс языки интернет-программирования, и на сегодня мы рассмотрим седьмую лекцию, посвященную следующему уровню построения веб-приложений, шаблоны, и частично рассмотрим, что такое модул ViewController. Естественно, первое, с чего мы должны начать, поскольку мы говорим о разработке технологии Hruby, это с того промежуточного слоя, который является унифицированным для всех фреймвоков. То есть всех, что такое фреймвок? Фреймвок — это объединение, это то, что включает в себя библиотеки, средства разработки, методики использования, ну и, естественно, документация. То есть в этом смысле слово фреймвок несколько отличается от понятия библиотеки, потому что библиотека — это тот код, который мы используем, а в то же время фреймвок подразумевает еще и набор инструментов и методики использования. Так вот, фреймвоки, которые мы будем использовать для разработки на Hruby, подразумевают использование такого промежуточного слоя, как REC. REC в качестве автора можно выделить Кристиан Ноэнкирхен. Так, потом вырезать. Значит, в качестве автора REC, естественно, называется Кристиан Ноэнкирхен. И здесь можно назвать даты. Седьмой год — это появление первой версии. Причем, надо сказать, что этот год, 2007 год, он синхронизирован с появлением Ruby on Rails версии 2.0. То есть, надо сказать, что именно этот слой позволил отвязать создание Ruby приложений от создания их на Ruby on Rails. Начиная с 2007 года мы видим всплеск создания различных фреймвоков для того, чтобы вписать различные специализированные веб-приложения. Ну, надо сказать, опять же, по этому расписанию выпусков, вы видите, что версии 1.4 и 1.5 достаточно массово и активно появлялись до 2013 года. А дальше произошло затишье. То есть, вторая версия вышла только в 2016, и в 2017 мелкая правка. Ну, здесь не надо рассматривать это как стагнацию данной разработки. Надо воспринимать просто как развитие этого промежуточного слоя до такого уровня, когда дальнейшие изменения не очень-то и требуются. Что такое REC? REC — это посредник. Посредник между справа находится в веб-приложении и фреймворке в рамках этих веб-приложений, а слева — это веб-серверы. То есть, если мы используем различные веб-серверы, ориентированные для разработки Ruby-приложений, модуль REC, как промежуточный слой, позволяет нам не заботиться о том, какая версия этого веб-сервера, что за веб-сервер, что это за веб-приложение. То есть, если веб-приложение совместимо, если фреймворк, который вы используете, совместим с REC, если веб-сервер совместим с REC, то в этом случае у вас все будет работать. Ну, помимо всего прочего, естественно, REC поддерживает возможность вставить дополнительную логику на его промежуточном уровне. Среди поддерживаемых веб-серверов. Ну, прежде всего, это веб-серверы, которые ориентированы на запуск Ruby-приложений. Webbrick до недавнего времени — это был веб-сервер по умолчанию, отладочный веб-сервер, который доступен был для Rails, например, до 5.0 включительно. Значит, что это было? Это был исключительно отладочный веб-сервер, он был медленный, но он позволял менять как угодно файлы, из которых состоит ваше приложение. То есть, он ничего не кэшировал, он обрабатывал все в один запрос, но он упрощал процесс отладки. Сейчас он морально устарел, и его заменили, если мы говорим о Rails 5.1, его заменил Puma, который имеет также отладочный режим. Thin — один из легковесных веб-серверов, которые, в общем-то, часто используются для Ruby-приложений, ну и, возможно, вы с ним столкнетесь. Mangrill до недавних пор был один из быстродействующих веб-серверов для Ruby-приложений. В целом, он несколько более тяжеловесен, чем Thin. Он с открытым исходным кодом. Но вопрос, насколько он вам нужен. То есть, говорить, что он массово распространен, сейчас, наверное, уже нельзя. Кроме того, есть веб-серверы, которые также содержат REC в качестве дополнительного модуля. То есть, эти поддерживают взаимодействие с REC, а эти уже REC в составе комплекта содержат. Ну, прежде всего, Puma, Unicorn — это веб-серверы, которые чаще всего используются для Ruby-приложений. Fusion Passenger — это модуль, который вы можете подключить в веб-сервере Apache или Nginx. GlassFish — это сервер приложений на Java. Ну, в общем-то, REC может быть включен в соответствующий пакет. Если мы говорим о серверах приложения Java, то мы можем собрать Java-пакет. С другой стороны, у нас находятся фреймвоки. То есть, те самые средства, которые мы используем для создания веб-приложений. То есть, фреймвок, как библиотека, плюс инструменты для разработки, плюс методики применения, плюс документация. Из фреймвоков, которые мы будем рассматривать, надо выделить Senatra и Ruby on Rails. Я надо сказать, Senatra — один из легковесных, Ruby on Rails — один из тяжеловесных фреймвоков. Об этом я скажу чуть позже. Hanami здесь выделен также красным. Дело в том, что Hanami начал приобретать популярность в последние годы. И также возможно, что если вы будете заниматься веб-разработкой с технологиями Ruby, то вы будете использовать Hanami. Hanami занимает промежуточный с точки зрения процесса развития уровень между Senatra и Ruby on Rails. Легче, чем Ruby on Rails, но сильно тяжелее, чем Senatra. Прочие фреймвоки, которые здесь указаны, были созданы для выполнения вполне конкретных задач. Почему их так много? Дело в том, что люди пытаются сделать узкоспециализированные инструменты, которые удобны для решения вполне конкретных задач. В какой-то степени это в том числе и подход Ruby. То есть мы можем создать domain-specific language, ориентированный под конкретную предметную область. Так почему бы не создать еще и фреймвок, который ориентирован под конкретную предметную область. Но говоря о других фреймвоках, все же следует обратить внимание, что перед тем, как принимать решения об их использовании, надо четко взвесить, зачем они вам нужны. То есть кто будет сопровождать и насколько много преимуществ дают эти фреймвоки. Итак, что такое REC? Прежде всего это минимальный модульный интерфейс. То есть сам по себе REC – это Ruby-приложение. То есть он является объектом Ruby. Естественно, любое приложение, которое запускается под REC, будет выполняться в адресном пространстве общим. На входе – окружение, на выходе – статус, заголовок и тело. И, собственно, то, что здесь представлено, это как раз минимальная программа на REC. То есть с точки зрения REC, что мы здесь видим? Мы видим создание объекта PROC, у которого есть единственное действие, которое он совершает. Это возврат массива из трех элементов, код возврата, код 200, говорит OK, далее заголовки, контент-тайп, тот самый контент-тайп, который заставляет браузер отображать это надлежащим образом. И что конкретно отобразить? То есть ничего другого для минимального REC-приложения не нужно. Что можно увидеть в консоли? Если мы рассматриваем REC-приложение в консоли, ну, допустим, допустим, таким образом. Во-первых, мы видим типовой файл, который называется config.ru. То есть ru, в данном случае смесь между ruby и REC-config, потому что, как правило, сейчас это является точкой входа. Значит, и вот оно, минимальное веб-приложение, которое, по сути, ничего не делает, кроме как возвращает вот такой заголовок с environment. Значит, как запустить это приложение? Ну, прежде всего, мы можем запустить веб-сервер, например, thin, который автоматически подключит thin start, подключит файл config.ru, потому что это имя является предопределенным. Он запустился. Он запустился, и теперь мы можем посмотреть, а что же, собственно, у нас делает приложение. Localhost 3000. То есть вот на наше приложение. Оно вернуло нам environment, и в этом смысле, если мы посмотрим на переменные, которые оно нам вернуло, они мало чем отличаются от того интерфейса CGI, который мы использовали в предыдущий раз. Более того, он здесь и говорит, что это интерфейс CGI. То есть мы под REC-ком запустили приложение. Ну, почему оно так запущено? Да, в общем-то, вот объяснение. То есть однопоточное, однопроцессное. Но, с другой стороны, run-once говорит о том, что оно запущено, и оно осталось в памяти. То есть если мы обращаемся еще раз, оно не тратит время на перезапуск. Если мы говорим об использовании конкретных параметров, которые пришли к нам от веб-сервера, это те же самые переменные окружения, для совместимости они, естественно, сохранились, как и были в интерфейсе CGI. Среди них мы видим самое важное query-string. Мы видим информацию о том, какой тип запроса, то есть request-метод, и скриптные. То есть по большому счету мы видим, что несмотря на то, что здесь у нас появился промежуточный слой, который не выгружается из оперативной памяти, подход к программированию и построению веб-приложения точно такой же, как был показан на предыдущей лекции. Ну и перечень этих переменных мы как раз видим здесь. То есть часть из них специфична для самого REC с префиксом REC-точка. Часть из них характерна для CGI-приложения в целом. Что может принять браузер, кто к нам подключается, query-string пустая, потому что у нас не было в адресной строке ничего. Если мы укажем что-то, query, то я здесь где-то ошибся и получил перенаправление на Google. Так, в чем дело? Так, я склонен сказать, что браузер ведет себя не так, как он должен вести. Так, все правильно. Значит, в чем была моя ошибка? Моя ошибка заключалась в том, что я здесь не указал слэш. То есть после того, как я указал слэш, появилась возможность указать дальше параметры. А до этого он просто приклеивал к 3000 ту строку, которую я указывал. Что мы здесь хотим найти? Query-string. Query-string. И видим, что сейчас query-string стала не пустой. Она стала в точности такой, как я указал здесь. Итак, среди основных доступных переменных, естественно, это почти все те же самые переменные, которые доступны через интерфейс CGI, ну, плюс есть специфичные переменные, типа REC-version, input, errors, multi-thread, multiprocess, run-once. Значит, это те параметры, которые позволяют понять, как он тоже, скорее, характеристики запуска или параметры, которые можем сконфигурировать. Мы можем указать, как запускать наше приложение. То есть запускать ли его в несколько параллельных обработчиков, запускаем ли мы один и тот же код в рамках нескольких процессов, должны ли мы прибивать это приложение каждый раз после запуска. То есть если мы не хотим тратить время, мы можем сказать run-once true, false. Run-once false означает, что это приложение после запуска остается в оперативной памяти и не выгружается. А если run-once true, то есть запустить однократно, это значит, что оно будет выгружено из памяти и, соответственно, мы получаем чистое CGI-приложение. В общем-то, поэтому оно не говорит об интерфейсе CGI. Для запуска минимальной программы, по сути, нам нужен только вот такой код. То есть, ну, как я уже успел показать, для того, чтобы запустить это приложение, мы должны воспользоваться либо thin-start, либо Puma-start, либо какой-либо другой веб-сервер-start, либо указать rack-up. Rack-up, соответственно, rack-up. Забегая чуть вперед, здесь обращаю внимание, что в rack, точнее в Ruby on Rails, есть rake, есть rack. То есть rack – это каркас. Ну и как раз на логотипе, который вы видели в первом слайде, вы видели стеллаж. То есть rack, по сути, это каркас для того, чтобы на нем дальше достраивать веб-приложение. А rack, который по написанию достаточно близок, это система сборки. Об этом мы поговорим чуть позже. Значит, что мы дальше можем увидеть? Мы можем увидеть, что у нас вообще-то rack выполняет еще и функции перенаправления маршрутов. Как это сделать? Есть domain-specific language, то есть язык предметной области, который описывает маршруты. Естественно, раз это Ruby, разработчики rack не могли обойтись без domain-specific language. Domain-specific language, то есть язык предметной области для описания маршрутов. Отразить адрес, который здесь указан, на процесс, который называется infinity. Infinity в данном случае это объект класса proc, который на любой запрос возвращает ok200, говорит, что это текст HTML, и возвращает распечатку environment, то есть в данном случае environment это hash, то есть ассоциативный массив, который доступен для rack-приложения. Ну и inspect, вот та самая форма, которая доступна для вставки как литерал. Builder rack – это один из вариантов построения приложения на rack. Мы указываем, что делать. Мы указываем, что для обращения к странице, или к ресурсу, правильнее сказать, который называется version, нам надо запустить другой процесс. Вот он. То есть при обращении к корневому ресурсу мы будем выдавать переменное окружение, при обращении к версии мы будем выдавать, что это версия Infinity 0.1. Ну и конкретно вот для данной реализации указано, что обработчик следует запускать для веб-сервера под названием Mangral. А если его нет, то, соответственно, ничего не получится. Помимо того, что мы можем использовать перенаправление, то есть отражение маршрута в верхнем уровне, мы можем сделать иерархические маршруты. То есть, ну, напоминаю, что у нас ресурсы могут быть вложены друг в друга. То есть, если мы указываем здесь некий ресурс, допустим, user.info.txt. У меня нет такого ресурса. Здесь я просто обращаю внимание на иерархию. То есть после того, как мы указали адрес, мы можем указать путь к ресурсу. Этот путь может быть сколь угодно вложенным. Ну, там, например, архив. Опустим. Description 1. И так далее. То есть, естественно, в реальном веб-приложении нам надо уметь обрабатывать эти пути. Дело в том, что, опять же, если вы вспомните материалы предыдущей лекции, я показывал типовой процесс обработки. И первым этапом обработки у нас стоят обработчики со стороны веб-сервера, которые пытаются определить, могут ли они обработать, и можем ли мы запустить обработчики на данный путь, на данный ресурс. Вот таким образом вы можете сделать обработку иерархии. Причем эту иерархию программируйте сами. Ну, и в данном случае видим, что версия у нас есть текущая, и есть версия последняя. То есть пути заданы вот таким образом. А отражение маршрута у нас вложено одно в другое. Мы можем возвращать в целом произвольные данные. Напоминаю, что для того, чтобы браузер правильно интерпретировал данные, нам надо просто воспользоваться полем content type. Это заголовок content type, который возвращается в ответе. Что мы здесь напишем, то он и будет возвращать. Этот пример показывает чтение некого файла, который называется index.html, после чего при помощи метода, который называется global substitute, он проводит замену шаблона. Здесь мы видим регулярное выражение. То есть шаблон, который выглядит как процент, date, процент, заменяет его на текущую дату. Дату, полученную вот таким образом при помощи формата, насколько я помню, это американский формат. Кроме того, мы можем контролировать срок жизни тех ресурсов, которые мы возвращаем нашему серверу, нашему клиенту. То есть мы здесь указали, что максимальный возраст, то есть страница, которую браузер не будет пересчитывать вновь, ее возраст 3600, то есть один час. Если пользователь будет пытаться обратиться к той же странице на стороне браузера в течение одного часа, браузер не будет обращаться на сервер, он будет просто возвращать ту ранее закешированную страницу. Делается это обычно для минимизации нагрузки на сервер. То есть сам браузер контролирует в данном случае, что информация не устарела и ее не надо получать на сервере. Касаемо REC, я рекомендую вам посмотреть дополнительные материалы. Надо сказать, что напрямую вряд ли вы будете когда-то писать приложение для REC, в силу того, что REC это прежде всего промежуточный слой. Но тем не менее, иногда есть потребность в том, чтобы написать непосредственные модули для REC. Иногда все же надо понимать, как он работает, потому что у вас могут быть какие-то сложности с фреймбоком, которые вы используете, и в этом случае у вас нет иного варианта, как понять, как работает REC. Следующий раздел нашей лекции – это фреймбок, который называется Синатра. Синатра, как вы видите, здесь шляпу. Это не просто так шляпа, естественно, Синатра не просто так. Назвали разработчики в честь Фрэнка Синатра. Первая версия – седьмой год. Обратите внимание, год соответствует году появления REC. То есть как только появился промежуточный слой REC, начали создавать большое количество дополнительных фреймбоков. Фреймбок Синатра, как они заявляют, что это DSL for Quick Creating Web Applications, то есть это domain-specific language или язык предметной области для быстрого создания веб-приложений. Почему мы о нем говорим? Он достаточно популярен в том случае, если вам нужно быстро создать простенькое веб-приложение. Простенькое, что значит простенькое, у которого есть несколько элементарных обработчиков, нет сложной логики и количество разработчиков, которые с ним работают, небольшое. Допустим, 1-2. То есть легковесный фреймбок, domain-specific language, то есть синтаксис этого фреймбока ориентирован на конкретное решение, конкретные задачи создания веб-приложений, причем создания легких веб-приложений. И, естественно, сайт senatra.rb.com. Senatra устанавливается при помощи, естественно, пакетного менеджера GEM, то есть GEM Install Senatra. После этого вы можете писать программы на Senatra. Типичный пример программы на Senatra. Вот он. Подключаем системную библиотеку Senatra и дальше прописываем маршруты. То есть что делать для конкретного маршрута. Значит, сразу видно разницу. Разницу между REC и Senatra. В Senatra мы пишем конкретный тип запроса, куда. Ну и схема, в общем-то, та же самая. Это блок. В блоке мы пишем, что делаем. Здесь напоминаю синтаксис Ruby. То есть чем хорош Ruby и, в общем-то, как его здесь заметить. Get — это не что иное, как метод с точки зрения синтаксиса Ruby. Slash, который здесь указан как строка, это аргумент этого метода. А do-end — это блок. То есть, несмотря на то, что у нас написано последовательный вызов двух методов, это не что иное, как декларативная форма. То есть помните, что для Ruby блок — это просто хранимый код. Хранимый код, который вызывается когда-то в будущем, вызовется он внутри обработки этого метода get. Это значит, что метод get с точки зрения библиотеки сенатора может быть реализован абсолютно как угодно. Единственная его задача — собрать пары соответствия, маршрут и что делать. То есть именно поэтому мы имеем возможность пользоваться вот этими синтаксическими возможностями Ruby. Задекларировать это в такой форме. То есть, несмотря на то, что синтаксически выглядит это как вызов конкретного метода. Нет, это не выполнение вот этого кода. Это всего-навсего регистрация обработчика и не более того. Хотя и выглядит именно так, как будто мы вызываем этот метод и сразу же вызываем обработку того, что написано. Здесь надо помнить о том, что, в общем-то, это написано на Ruby и о том, что здесь есть сущность блок, то есть do-ent — это хранимый код, который будет вызван когда-то в будущем. Здесь же мы можем видеть, что для второго случая у нас появился шаблон. То есть, двоеточие name — это не что иное, как шаблон в форме… То есть, этот адрес может быть у нас интерпретирован. Здесь у нас может быть переменная часть. Hello — часть постоянная. Slash — дальше идет что угодно. Ну и, в общем-то, эта программа, она все, что делает, это возвращает на вот такой запрос. Кстати, видим, что здесь очень нехорошо перенесся данный комментарий. То есть, этот комментарий является продолжением данной строки. Выводит строку hello плюс, добавляет вот эту переменную часть адреса. Ничего другого это приложение не делает. Так, насколько я помню, у меня есть это приложение. Да, оно у меня есть. Есть. Как запустить приложение на сенатора? Ну, берем этот файл. То есть, видим, что файл — это не что иное, как Ruby-программа, которая подключает сенатори приложения. И все, что нам надо сделать, сказать Ruby — это программа. Все. Наше сенатори приложение запущено. Причем запустилось оно под веб-сервером, который называется Tyn, потому что он у меня здесь установлен. И теперь мы можем посмотреть, а что у нас, собственно, будет происходить. Так. Все правильно, потому что пор здесь не 3000, а 4567. Hello World. Я поменял переменную часть в адресной строке, и эта переменная часть у нас отразилась с результатом работы приложения. То есть, этот обработчик у нас работает очень четко. Все, что я здесь напишу, вот она, тут же у нас обрабатывается. Вот в этой части приложения. Но обращаю внимание на то, что код, который находится внутри обработчиков, по сути, у нас активируется только тогда, когда приходит непосредственно запрос со стороны клиента. Что можно сказать о синаторах? Что, в отличие от трек, здесь есть конкретные маршруты. То есть, маршруты, которые привязаны уже в данном случае к командам протокола HTTP. То есть, нам не надо писать абстрактный мэп, потом разбираться, что там. Мы просто пишем get, post, put, patch, delete или option, в зависимости от того типа запроса, который мы хотим принять. То есть, не надо писать лишнее. В общем-то, если мы знаем, что у нас форума посылает пост-запрос, значит, нам достаточно просто написать пост и зарегистрировать, что здесь делать. Ну, или знаем, что это только get-ресурс, естественно, зачем нам писать лишнее, мы можем написать просто get. То же самое касается и прочих. Ну, и касаемо подстановки переменных, здесь следует отметить, что есть два варианта. То есть, вариант первый, вы его уже видели. То есть, мы пишем переменную часть вот таким образом. И мы при помощи ассоциативного массива, который доступен внутри обработчика, и называется он params, можем получить доступ к значениям ключей, то есть, вот этих переменных частей, по имени. Причем, здесь следует обратить внимание на следующий момент. Обратите внимание, здесь, когда мы регистрируем рабочих, мы используем просто строку. Но в то же время мы переменную часть пишем как двоеточие что-то. Двоеточие с точки зрения синтаксиса Ruby – это символ, то есть, объект класса символ или неизменная строка. Но если мы пишем внутри строки, в общем-то, к отношению к символу не имеет никакого. То есть, оно находится внутри строки, и здесь это просто синтаксическое соглашение о том, что если мы что-то напишем в таком стиле, то мы подставляем соответствующий параметр с таким именем, и он просто разбирается этим интерпретатором сенатора. Да и, в общем-то, такой же точный подход и в Ruby on Rails. Но дальше мы его получаем по этому имени, которое мы использовали в качестве шаблона. То есть, надо понимать, что внутри строки – это просто строка, просто как соглашение о том, что оно должно так называться. А вот здесь, когда мы обращаемся к ключу парамс, мы уже используем этот символ в качестве ключа, именно как объект символ. Причем у нас есть два варианта. Мы можем использовать через парамс. Второй вариант, поскольку мы работаем с блоком, мы можем в блоке объявить локальные переменные, те локальные переменные, которые будут подставляться с соответствующими значениями вот этих шаблонных частей. Естественно, в первом случае они никак позиционно не связаны. Мы используем то имя, которое мы использовали при регистрации. Во втором случае позиции этих переменных, которые объявлены внутри блока, должны соответствовать в точности тем шаблонам, которые мы использовали в нашей строке. Ну и более сложные варианты. То есть, помимо всего прочего, мы можем использовать условия. То есть, условия на то, что мы должны перенаправить на соответствующий обработчик. Например, если мы используем get-запрос к корневому ресурсу, мы можем сказать, что если у нас идет обращение к админ, то никого туда не пускать, просто по определению. А если у нас браузер говорит, что он поддерживает формат HTML, то в этом случае мы можем запустить шаблонизатор HTML с шаблоном, который называется индекс. А для всех остальных случаев, если браузер запрашивает форматы RSS, Atom, XML, просто построить ему ленту в формате XML. Кроме того, в вашем веб-приложении может потребоваться такая функция, как обращение к конкретному файлу. Что такое статические файлы? Ну, напоминаю нашу диаграмму. То есть, первый этап обработки — это найти обработчик, который может запустить на выполнение вот тот запрос, который пришел со стороны браузера. Если он найден, то он запускается. Но дело все в том, что клиент, он вообще-то может запросить, например, там неизменные файлы, такие как изображения, такие как стили, такие как какие-то общие, например, JavaScript страницы, JavaScript фрагменты кода или HTML страницы. Значит, зачем нам их писать в коде нашего приложения? Мы можем их положить в отдельную директорию и просто-напросто перенаправлять туда, когда наш клиент обращается за этими файлами. Before-фильтр запускается автоматически, и все, что вам нужно сделать, это написать Before. То есть, напоминаю, то, что вот здесь представлено, это Domain Specific Language или язык предметно-ориентированной области для написания простых приложений, и все это язык синатры. Но, тем не менее, с точки зрения Ruby, с точки зрения синтаксиса Ruby, Before — это метод, у которого есть блок, в котором мы пишем код, который должен вызываться перед вызовом всех обработчиков. Get — это метод, которому передается аргумент «путь». DoEnd — это его блок. И этот блок вызовется только тогда, когда поступит соответствующий запрос со стороны клиента на обращение по этому адресу. И перед ним будет активирован блок, содержащий код фильтра. Если нам нужно отправить файл, то в чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что файл надо передавать как бинарные данные. Есть некоторые тонкости. Мы не можем его прочитать как строку и отправить строкой. Мы должны его соответствующим образом прочитать с диска. Для этого уже сделана в сенатор соответствующая команда, это, правильнее сказать, с точки зрения синтаксиса Ruby метод, который называется SendFile. Когда вы делаете SendFile, этот файл читается и отправляется. Если вы хотите сделать так, чтобы браузер корректно отображал тип, то есть выполнил, например, не просто предложение сохранить куда-либо на диск, а если эта картинка просто взял его и открыл, вы должны указать какого типа. Например, что это файл JPEG или PNG и прочее. То есть в ряде случаев браузер будет пытаться сам автоматически понять, что к нему пришло, потому что есть расширение, но дело все в том, что его очень легко обмануть. И вот этот пример, который здесь показан, это как раз не что иное, как обман браузера. То есть мы отправляем файл, который имеет расширение PNG, и говорим, что это на самом деле JPEG. То есть так это или не так, в данном случае браузер уже разбираться не будет. Ему сказали, что это JPEG, значит он обязан показать его как JPEG. То есть расширение у этого файла с точки зрения тех данных, которые в нем хранятся, оно вообще-то не имеет никакого значения, и в данном случае он не будет определяющим. Первонаперво браузер будет смотреть на поле content type, что ему прислали и как это отобразить. Браузер можно перенаправлять на другие страницы. То есть если у нас есть какой-то маршрут, мы можем заставить браузер, например, перейти на другую страницу. Как это сделать? Если мы хотим сделать так, чтобы пользователь видел, что происходит, то, естественно, самый разумный вариант это отобразить элемент encore, который содержит ссылку на тот ресурс, куда мы его хотим отправить. Если мы хотим сделать это прозрачно для пользователя, то мы можем воспользоваться специальными методами, которые называются redirect, либо redirect bug, либо redirect to. В данном случае мы видим, что redirect это имя метода, а bug это его аргумент. И в данном случае bug просто-напросто содержит тот адрес, куда надо перенаправить. Bug содержит адрес страницы, с которой мы пришли. Ну и мы, помимо всего прочего, можем, естественно, перенаправить на внешние ресурсы. То есть ресурсы, которые хранятся у нас на сервере, то есть относительные, точнее мы здесь, правильно сказать, не относительные, здесь стоит слэш, то есть абсолютный путь в рамках текущего домена. Мы остаемся в рамках текущего домена, но вот этот бар — это что-то, что видно на самом верхнем уровне. То есть, проще говоря, если мы рассматриваем эту схему здесь, оно будет выглядеть вот так. То есть вот слэш от верхнего уровня. Ну, либо мы можем перенаправить на какой-то совсем сторонний внешний адрес, ну, например, на Google. В этом случае мы должны явно указать тип схемы обращения, то есть HTTP, либо HTTPS, и куда мы перенаправляем. Как бы то ни было, во всех случаях, за исключением первого, браузер прозрачно перенаправит пользователя на ту страницу, которую мы указали. Дополнительные материалы по сенат рассмотрите, естественно, в официальной документации. Есть книги, есть большое количество блогов. То есть сенаторы — это очень распространенный фреймворк. Распространен, опять же, прежде всего за счет того, что он простой. Он удобен для того, чтобы быстро создать простенькие приложения. Но у него есть ряд недостатков, связанные с тем, что программы, которые хоть чуть-чуть выросли в размере, достаточно сложно администрировать, сложно обслуживать. То есть все зависит от того, сколько разработчиков у вас есть и насколько масштабный проект. Следующий раздел — это раздел, посвященный идеологии Model View Controller. MVC — это буквы, которые, я думаю, что вам уже доводилось видеть, но если не доводилось, то мы сейчас с ними познакомимся. Это сокращение от Model View Controller или модель представления контроллер. Что такое модель? Модель — это некий набор данных. Плюс правила применения этих данных. И плюс на модели возложена очень важная задача — поддержание логической целостности. То есть что такое модель? Модель — это не просто данные, которые хранятся в какой-то базе данных. Модель — это именно объединение вот этих вот трех пунктов. То есть данные, правила применения и гарантия того, что будет обеспечена логическая целостность до того, как эти данные попадут в какую-то базу данных. То есть пример логической целостности — не предоставлять скидки на заказы дешевле 1000 рублей. То есть если вы попытаетесь сохранить модель, у которой, например, заказ 500 рублей и предоставлена скидка, это нарушение логической целостности. И именно модель должна выдать сообщение в веб-приложению о том, что так делать нельзя. Представление или View. Вообще по поводу View надо отметить, что есть большое количество жаргонных названий. Ну, если мы хотим совсем изуродовать русский язык, то мы можем называть их View-хами и прочими средствами. То есть, ну, канонический перевод — это представление. То есть View что делает? View обеспечивает формирование интерфейса пользователя на основе модели. То есть модель — это данные, а представление — это то, как нам надо отобразить эти данные. Плюс представление обеспечивает ввод данных различными способами. Значит, почему у нас могут быть различные способы и представление с различными целями? Да потому что у нас много различных устройств. То есть если мы рассматриваем устройства типа, например, настольный компьютер, персональный компьютер — это одно. Если же мы рассматриваем устройства типа, допустим, мобильного устройства, то здесь требования несколько иные. Требования несколько иные как к формату представления, горизонтальный, вертикальный формат, плюс ограниченное разрешение. Мы не имеем возможности выводить столько же элементов, сколько мы можем это сделать на настольном компьютере. То есть для каждого из этих случаев у нас могут быть свои представления. Представление, чем никогда не занимается, так это не занимается никогда обработкой данных. То есть принципиально модель обеспечивает логическую целостность и доступ к данным. Представление, получение и отображение данных. Контроллер уже в свою очередь занимается обработкой данных. Помимо всего прочего, контроллер связывает отдельные элементы приложения. То есть отдельные элементы приложения это те самые представления и модели. Кроме того, когда приходит какое-то внешнее событие, оно всегда приходит к контроллеру. Контроллеры взаимодействуют с моделями и активируют представление. И схема, надо сказать, эта схема достаточно типовая, она используется в том числе Ruby on Rails, выглядит следующим образом. У нас есть браузер. Браузер отправляет запрос. Запрос принимается соответствующим контроллером. То есть надо понимать, что, естественно, здесь у нас между браузером и контроллером есть веб-сервер, есть промежуточный слой, но об этом чуть позже. Контроллер взаимодействует с моделью. Модель может быть представлена во внешней базе данных, может не быть. Модель возвращает управление контроллеру. Контроллер активирует представление. Явно или не явно данные, которые прочитаны в модели, подставляются в представление. И уже вот этот суммарный результат с представлением у нас отправляется в браузер. Ну и плавно переходим к фреймвоку, который называется Ruby on Rails. Ruby on Rails появилась в 2005 году. И надо сказать, что популярность Ruby как раз обусловлена взлетом Ruby on Rails. Дело в том, что для 2005 года Rails был революционным фреймвоком. Дело в том, что, опять же, здесь акцент на то, что программа должна быть человечной. И было сделано очень много для того, чтобы меньше кодировать, больше получать. И, кроме того, Rails изначально разработана как фреймвок, то есть как средство разработки, которое позволяет разрабатывать сложные веб-приложения с большим количеством одновременно работающих программистов. Так, чтобы они разрабатывали это надежно, чтобы они не думали, куда что класть. То есть жестко структурировано состояние позиции расположения файлов. И, более того, они не будут мешать друг другу. По версиям Rails. Первый 2005 год. Значит, Rails за собой потащила Ruby в части популярности. И, в общем-то, наибольшей популярностью Ruby как раз у средств разработки, как у средств разработки веб-приложений, это примерно 2007-2009 годы. 2007 год – выход версии 2.0. То есть, опять это коррелирует с разработкой промежуточного слоя REC. Так, 3-я, 10-й, 13-й год – 4-я версия, 16-й – 5-я, ну и сейчас мы работаем с 5-ми версиями. То есть, за это время Rails очень сильно изменилась, надо сказать. Ну, сейчас, к счастью, даже переход с 4-й на 5-й, он, в принципе, не столь трагичный, как был с 2-й на 3-ю. Что входит в состав Rails? Естественно, Rails – это очень большой набор библиотек. То есть, Rails – это масса пакетов. Это библиотеки ActiveRecord, ActiveResource, Pack, Support, Mailer и многие другие. То есть, это модули, которые могут быть использованы в составе Rails или без Rails отдельно для того, чтобы работать, например, с данными, с какими-то внешними ресурсами, работать с преобразователями данных, например, в рамках ActiveSupport или работать, например, с генераторами почты в рамках Mailer. Этих модулей очень много, и посмотреть их даже приблизительно, ну, можем выполнить, например, GameList. И мы получим большое количество различных пакетов, которые есть. Более того, можем даже отфильтровать GrabRails. То есть, вот он, перечень пакетов, которые у нас есть, которые связаны с Rails. Часть из них, более того, она еще скрыта. Как выглядит архитектура обработки с точки зрения Rails? В общем-то, вот та схема с ModelViewController, она здесь используется в полной мере, но надо дорисовать два промежуточных слоя. Когда браузер посылает запрос, естественно, этот запрос обрабатывается веб-сервером, веб-сервер активирует REC. Вот он, REC, как первая точка входа, как промежуточный слой. Следующая точка – это маршрутизация, то есть рутин. В данном случае для чего она нужна? Для того, чтобы перенаправить адреса маршрутов, которые можем обрабатывать в нашем приложении, на соответствующий контроллер, который активирует, который, соответственно, запустит соответствующий код модели. Модель может, опять же, обращаться к СУБД, может не обращаться. После чего контроллер получает управление обратно, может активировать представление, и результат будет отправлен на браузер. Кроме того, здесь надо отметить, что в Rails существует достаточно жесткая схема именования. То есть контроллер, его имя вшивается в адрес URL. То есть видим, если у нас контроллер называется users, это значит, что у нас маршрут будет содержать адрес users. конкретный ресурс, который называется users, вот он, единичка, он передается через слэш. То есть схема кодирования, название контроллера, дальше ресурс. Ну, проще говоря, название контроллера – это и есть ресурс, о чем я скажу чуть позже. Контроллер называется во множественном числе. Дальше, в данном случае, у нас идет взаимодействие с моделью. Модель в единственном числе user. Представление user в единственном числе. И возврат идет у нас на браузер. Как устанавливается Rails? Rails устанавливается очень просто. Поскольку Rails является библиотекой Ruby, естественно, установка у нас через гем. Гем – это пакетный менеджер, который используется практически во всех случаях установки пакетов. Гем – он стал Rails. Если мы хотим создать новое Rails-приложение, то все, что нам надо сделать, нам надо запустить команду Rails, new, ну, например, вот так. То есть мы запустили стандартный генератор, генератор Rails, и этот генератор начал создавать файлы. Ну, о чем он вам и пишет. То есть create, eb файла и созданные файлы. После того, как вся конструкция была создана, он запустил еще один пакетный менеджер – bundle. Чуть более сложный, чем гем. Гем автоматические зависимости не устанавливает. Бандл, на самом деле, внутри использует гем, но использует его для установки зависимости, которые уже там отстроены. И вот он проверяет, что у меня здесь все установлено, но обнаружил еще, что чего-то не хватает, тут же доустановил. Ну, к слову сказать, buy-buy-bug – это то средство, которое в том числе используется для отладки. Ну, среди пакетов видим, пока он устанавливается, это erubi шаблонизатор, rack с указанной версией, rake, как средство, которое используется для запуска соответствующих служебных скриптов, bundle, ну и прочее. Puma – это веб-сервер. Да. Текущая директория. То есть вся установка сейчас происходит в текущей директории. Я запустил команду, которая называется rails-new-legче, вот у нас создана текущая директория, легче-7. Входим в эту директорию и видим. Видим вот эти файлы, которые были созданы. Более того, мы можем легко запустить сейчас это приложение, rails-сервер. Обратите внимание, запустился веб-сервер Puma. Rails у меня здесь версии 5.1.5. И нас ждут по вот этому адресу. 0.00 означает, что нас ждут на самом деле по любому адресу, который есть у локальной машины, не только localhost. Ну и вот оно, вот оно наше приложение. Оно ничего делать не умеет, кроме как отображать вот эту картинку, о том, как все замечательно, и какая версия Ruby у меня здесь есть. Ну и радостные люди на земле, которые используют язык программирования Ruby. Дальше нам неинтересно работать с этим приложением, поэтому я его остановлю. Нам теперь интересно посмотреть, а что же у нас создалось. Так, значит, по тому, что создалось. Создалась вот такая директория, и мы здесь видим файл readme.md. Решение md, это markdown, то есть разметка markdown, и, в общем-то, есть такой специальный язык разметки, который позволяет нам в упрощенной форме, так, я уже его остановил, поэтому показать сейчас не смогу, писать, например, заголовки и прочее. То есть readme и markdown, это минимальная документация, минимальное описание вашего веб-приложения. Дальше. Здесь соответствующие разделы, чтобы вы не забыли, когда у нас наполняете реальные приложения. Они есть, они типовые для любого Ruby on Rails приложения. Здесь пока не только каркас. Config.ru. Это файл с расширением.ru, и имя config.ru, это файл, который активируется реком. То есть первое, что мы здесь можем увидеть, что на самом деле Ruby on Rails приложение, это приложение, которое активируется реком, как промежуточным слоем. И именно для него есть вот эта точка входа, которая называется config.ru. И именно эта точка входа стартует Rails приложение. Стартует, причем, из директории config.environment. Config.environment. Вот она. Это окружение. Значит, из главных файлов, которые есть наверху, что здесь есть? Git.ignore. Git.ignore – это файл для системы контроля версии Git. Здесь указаны типичные директории, которые Git не должен воспринимать. Ну, то есть базы данных не надо помещать в исходники, не надо журналы помещать, не надо временные файлы и прочее. Естественно, наличие файла Git.ignore говорит о том, что Rails приложение ориентировано на сопровождение при помощи системы контроля Git. И система контроля Git – это, пожалуй, самая распространенная в настоящее время система контроля версий. Поэтому если вы до сих пор не знаете, что такое Git, я рекомендую освоить команды Git. Ну, это пример того, как подключать эти файлы. Как раз они здесь указаны. Дальше. Очень важный файл, который называется GameFile. Что такое GameFile? Это перечень библиотек, которые должны быть установлены для того, чтобы работало ваше Rails приложение. Причем с указанием версии. Причем здесь есть специальный синтаксис, который говорит о том, как указывать. То есть версии, например, любые в рамках основной части, версии, например, абсолютно любые, там больше 5, версии, которые, например, вот 5.что-то дальше нас не интересует. И так далее. Причем мы можем указать различные конфигурации. Development, например, Production и Testing. Что можно сказать об этом файле? Несмотря на то, что он называется GameFile абстрактно, если присмотреться, здесь использован специальный мини-язык, ну или, как принято говорить, Ruby — это Domain Specific Language. То есть присмотримся к тому, что здесь написано. Source — это не что иное, как имя метода. Аргумент — это в методы. GitSource — это название метода. GitHub — аргумент. DoAnd — это блок. Блок с точки зрения терминологии Ruby. Gem — имя метода, два аргумента. Скобки здесь как опциональные отброшены, чтобы не загромождать эту надпись. Gem — имя метода, аргументы. Имя метода, аргументы. Идем дальше. Группа. Вроде бы декларация группы. Присматриваемся. Имя метода, два аргумента без скобок, потому что загромождают. DoAnd — это его блок. То есть код, который будет дальше когда-то выполнен. Итого, мы получаем, что гемфайл — это не что иное, как программа, вообще-то на языке Ruby, которая говорит о том, какие модули надо подключить и в какой последовательности, для каких вариантов нашего окружения они должны подключаться. То есть, например, для девелопмента нам нужна Copybar и Selenium, а для продакшена нам не нужна. Так, из других файлов, которые у нас есть, что мы можем здесь увидеть? Легче 7 — это наше приложение, которое мы только что создали. Причем Git — это вот уже созданные структуры ГИТа. Само приложение, основной код, находится в директории Application. То есть, среди них выделяются, естественно, контроллеры. Пока что у нас есть только один файл, потому что мы ничего здесь не создавали, ничего здесь другого нет. Так, модули Concerns, которые должны подключаться в контроллеры, здесь пока отсутствуют. Helpers — это вспомогательные модули, которые создаются автоматически, когда вы создаете какой-либо контроллер. Jobs — это асинхронные задачи. То есть, надо понимать, что у современного веб-приложения вообще-то есть задачи, которые требуют много времени. Проблема заключается в том, что мы не можем каждому пользователю, например, выделить по 5 минут времени, если эта задача требует 5 минут. То есть, мы должны принять запрос, мы должны тут же его отдать, иначе у нас будут проблемы с блокировкой на стороне самого веб-сервера. Что делает в этом случае? Создать асинхронную задачу, то есть, активируется некая задача, которая продолжает в фоновом режиме работать, несмотря на то, что пользователь уже получил какой-то отклик. Но пользователь позже подключится к веб-серверу и получит результат работы этой задачи. Но в этот момент он не блокирует ресурсы веб-сервера. Mailers – это конфигурация для отправки почты. То есть, кем мы отправляем, куда отправляем и как. Models – сюда размещаются все модели. Views – здесь размещаются все представления. Ну и в частности, мы здесь видим представление для приложения в целом и представление для генерации почты, которое, естественно, выглядит как некий шаблон для сообщения почтового, ничего более. Также здесь есть директории assets, ну или полезности. Среди них стили, среди них JavaScript, причем надо сказать, что здесь есть специальные комментарии, которые анализируются на этапе сборки самого приложения. То есть, когда приложение Rails запускается, то по всем JS-файлам, по всем CSS-файлам сканируются они и выделяются вот такие инструкции, как директивы. Это директива. Несмотря на то, что она в форме комментария, это директива. Подключаются соответствующие модули Rails, которые позволяют нам использовать соответствующие JS-скрипты. То есть, вот это вот, например, это вместо jQuery. Turbulinks и прочее. Require 3 и подключение всего остального. Так, стили. Причем здесь надо обратить внимание, что раньше вообще-то по умолчанию были SCSS. Сейчас мы видим там CSS. Картинки, которые могут понадобиться в приложении, они также размещаются здесь. Ну и какая-то прочая конфигурация. Дальше. Binary. Директория, которую крайне редко кто-либо трогает, это вспомогательные скрипты, которые нужны для обслуживания приложения. Причем они могут быть специфичны для операционной системы, под которую вы это запускаете. Ну, скажем так, крайне маловероятно, что они будут запускаться под Windows, потому что чаще всего разработка на Ruby и технологии веб-разработки не предполагают Windows ни в какой форме, и поэтому пути по умолчанию, естественно, это Unix стиль. конфигурация приложения, директория конфиг. Среди них самое важное, что для нас важно, Puma RB. Это специфично для того сервера, под которым вы запускаете. В данном случае Puma идет по умолчанию. Крайне четко надо знать, что такое Roots RB, потому что это все маршруты вашего приложения. Boot процесс запуска. Cable YAML Это конфигурация для WebSocket модулей, которые используются. Причем видим здесь три конфигурации Development, Test, Production, Database, YAML. Этот файл вы будете править гораздо чаще. Здесь мы указываем общую часть дальше окружения для разработки, для тестирования, для production, то есть чистовой запуск сервера и указываем какие конкретные базы данных в данном случае будут использоваться. Что мы здесь видим? Мы видим, что адаптер по умолчанию для всех трех видов это SQLite, то есть встраиваемая SUBD, легковесная SUBD, которая работает в адресном пространстве сервера. Из плюсов нам не надо соединяться с ней, она активируется при запуске приложения, то есть она достаточно быстрая, она будет иметь проблемы с надежностью, если вы собираетесь делать высоконагруженное приложение, естественно, это делать нельзя, но во многих случаях SQLite достаточно и как минимум SQLite достаточно для отладки. Что такое development, test и production в данном случае? Как я уже говорил, Rails-приложение ориентировано для разработки серьезных веб-приложений, то есть это не одноразовые скриптики, которые запустили и забыли, это полноценное веб-приложение, которое мы предполагаем, что разрабатывает большое количество разработчиков, разрабатывает длительное время и длительное время поддерживает. Development – это то самое окружение, в рамках которого работают разработчики. Почему здесь три различные базы данных? Да потому что разработчики должны иметь возможность модифицировать данные так, как им удобно. Они работают, они должны проверять, они должны отлаживать. Это значит, что у них должна быть своя база данных. Production режим – это режим чистовой. То есть эту базу разработчики не имеют права трогать. Если, допустим, мы рассмотрим банковское приложение, я думаю, что ни один разумный начальник службы IT в банке не позволит проводить какие-либо отладочные работы над Production базой по причине того, что если это банк, то он понесет финансовые потери. Если разработчик решил протестировать удаление всех пользователей, то после этого вы получите Production базу с удаленными всеми пользователями. Естественно, чтобы такого не произошло, в Rails приложении сделано очень жесткое разделение. По умолчанию, если вы запускаете приложение, оно подключается с окружением Development. То есть делайте, что хотите, в вашей базе Development. Для того, чтобы активировать Production, вам нужно активировать приложение с соответствующими ключами. Оно не запустится по умолчанию, по ошибке. При желании можно ошибиться и набирать это не в меняемом состоянии, но тем не менее мы рассматриваем все-таки случай, когда разработчики проверяют, то есть Production окружение, оно изолировано. Любая база данных, которая здесь указана, она может быть на самом деле не SQLite, это может быть Postgres SQL, это может быть MariaDB, это может быть Oracle или MS SQL. Они находятся где-то далеко. Development, как правило, на машине разработчика. Ну, либо на отладочном сервере. А что такое тест? Тест — это специальный вариант окружения для тестирования. Дело в том, что когда мы проводим тест, мы должны сделать максимально его реалистичным. Нам надо заполнить данные примерно с нуля. Разработчики люди ленивые, они не будут чистить перед каждым своим тестом всю базу и потом набирать ее так, как надо. Как правило, разработчики имеют какую-то относительно стабильную базу, но они с ней работают и работают. Появилась какая-то новая функция, они добавили те данные, которые нужны, они не удаляют предыдущие. Для того, чтобы заставить разработчика жить по регламенту, надо приложить очень большие усилия. Как правило, разработчики проявляют некоторые небрежности, именно поэтому они работают в своем окружении. Делайте, что хотите, это не имеет никакого отношения. Чтобы протестировать, мы делаем специальные тесты. Тесты загружаются всегда с нуля. То есть, они наполняются этими данными, данными, которые мы указали. Мы можем каждый раз при запуске теста проверить, корректно ли у нас заполнение базы, корректно ли у нас любые модификации базы проходят, то есть, чтение данных, добавление, удаление, обновление. И после того, как мы тест выполнили, тестовая база будет удалена. То есть, эта база наполняется каждый раз с нуля. Она не зависит от разработчиков. Разработчики живут своей жизнью, тестировщики живут своей жизнью. И production окружение изолировано и от тестов, и от разработчиков. Кроме того, мы здесь можем видеть secrets, то есть, ключи генерации, которые нам нужны для того, чтобы генерировали сессии. Эти ключи генерируются каждый раз при создании приложения автоматически, но, в принципе, никто вам не мешает взять, например, там поправить какие-нибудь буковки. Здесь нет проблем с этим. И, в общем-то, здесь что может понадобиться? MIME, здесь может быть понадобиться упаковка каких-то параметров, cookies initializers, то есть управление cookie, да и по большому счету разве что assets, режимы подключения дополнительных модулей. Больше здесь брать нечего. Режимы environments, вот те самые три окружения. Production, Development, Production и Test. То есть Development вам все доступно, ничего не кэшируется. Причем здесь явно сказано perform caching false. То есть приложение работает медленно, но приложение тут же применяет все изменения, которые вы делаете. Вы можете на ходу менять любые файлы, вам не надо останавливать и запускать заново. Это все применяется на ходу. А Production уже нет. Production ориентирована на скорость. То есть вы не можете просто так поменять. Вы должны перезапускать его. Так. И здесь что есть. Например, паблик, директория паблик со статическими файлами по умолчанию она отключена для Rails приложения. Ну и тест, отдельный разговор. То есть кэширование, ну, оно может быть, может не быть. Это здесь вообще-то уже не столь важно. Директория DB. Сейчас здесь ничего, кроме SIDs. SIDs или семена. То есть начальное наполнение базы, естественно, оно пишется на Ruby. Library содержит дополнительные модули. Сейчас они пустые. журналы. Файл git .keep это файл для системы контроля версии. Git дело в том, что git не может поместить в репозиторий пустую директорию. Для того, чтобы git не воспринимал директорию как пустую, принято соглашение скрытый файл .keep. То есть он пустой, он может быть каким угодно, там git игнорирует содержимое его, но он должен находиться. Директория public с набором соответствующих файлов. Эта директория доступна в development окружении. По умолчанию в режиме production она недоступна. Ее надо включать явно. Это статические файлы. Но дело в том, что для статических файлов есть app assets. То есть если очень надо, вы можете поместить вот сюда что-то. Если вам хочется все же приложение на Rails разработать как Rails, значит вы поместите это здесь. Тест. Для Rails очень важно, что при создании любого контроллера, при создании любого действия все должно быть покрыто тестами. То есть есть уже директория tests, есть директория для контроллеров, fixchess это специальные данные, которые используются для моделей. По умолчанию пока ничего нет, helper и вспомогательные модули. Integration это интеграционные тесты, тесты почты, тесты моделей, тесты системные, прочие. Temp директория кэши, процесс id, идентификаторы сокетов для связи, например, с прокси сервером, например, Ginks, которым очень часто могут запускать, ну, либо с Puma хранить свои идентификаторы. Вендор это директория для размещения дополнительных модулей. То есть мало того, что вы разрабатываете Rails, в Rails как приложение автономное, вы можете доустановить дополнительные пакеты, которые будут размещаться в директории вендор. Ну, в двух словах, пожалуй, это все. Как запускается Rails приложение? Запустить Rails приложение мы можем при помощи команды Rails сервер или сокращенно Rails s, то есть если у нас есть приложение, только что созданное наше, мы можем Rails s, оно стартует. Стартует сервер, который указан конфигурации, это у нас Puma. Потому что Rails 5.1 работает с Pumой. Если бы это была Rails 5.0 и ниже, то по умолчанию запустился бы отладочный веб-сервер WebRig. Так, ну, сейчас нам он не нужен. Значит, другой вариант, поскольку у нас есть файл, который называется config.ru, то есть config.ru это то, что могут подцепить любые веб-серверы, работающие с REC. То есть REC промежуточный слой, который однозначно идентифицируется через файл config.ru, и именно он является точкой входа. Поэтому мы можем просто сделать fin.start. И в этом случае так, нет, а, цин. Он нашел REC, ну, и сбойнул. Сбойнул причиной того, что, несмотря на то, что он попытался запуститься, конфигурация приложения у нас сейчас настроена под Puma, потому что мы используем, опять же, Rails 5.1. Если бы мы использовали там Rails 5.0 и ниже, то он бы сейчас стартовал. Не будем тратить время, и идем дальше. Помимо всего прочего, у Rails чем она интересна? Тем, что есть большое количество генераторов. То есть генераторы существенно облегчают жизнь. То есть они позволяют генерировать типовые структуры, например, один из них, один из таких наиболее развитых, пожалуй, генераторов, это генератор, который называется Scaffold, или строительная леса. Как он выглядит? Нам понадобится консоль. Напоминаю, у нас пока еще чистое приложение. Например, мы хотим сгенерировать Rails Generate Scaffold. Чтобы не разойтись, я посмотрю сюда. Значит, мы хотим сделать сущность, которая называется User. В этой сущности User есть два поля Name и Mail с типами String. То есть имя и адрес электронной почты с типами String. User Name String и Mail String Scaffold. Надеюсь, что я нигде не ошибся. Запускаю генератор Scaffold. Смотрите, у нас создано большое количество новых файлов. Мы создали новую сущность. Сущность называется User. Что такое Scaffold? Это строительные леса для создания новой полной сущности, в рамках которой мы смогли сделать хранимую сущность. У нас создана так называемая миграция, создана модель, созданы тесты, созданы перенаправления маршрутизации, созданы представления, вот они Views, создан тест по умолчанию, Helper, то есть вспомогательный модуль, JBuilder, вспомогательные модули для соответствующих форматов JSON, Unit Test, ну и Asits в формате CoffeeScripts и SCSS. CoffeeScript это язык, который может быть откомпилирован в JavaScript, ну и более того, скафалла, скафалла подключен. Как выглядит наше приложение? Первое, что нам надо сделать, нам надо сейчас Rails DB Migrate, поскольку мы создали миграцию, то есть изменение состояния базы данных, мы должны применить эту миграцию, вот она применилась, и теперь мы можем запустить приложение. Приложение стартовало. Чем хороша Rails? Если я вбиваю какой-то несуществующий адрес, то меня Rails перенаправляет на страницу, в рамках которой отображает в отладочном режиме полный перечень всех ресурсов, вот он, то есть все ресурсы, которые здесь есть. И мы видим, что вообще-то ресурс у нас users, то есть мы только что воспользовались scaffold-генератором, вот они созданы, users-ресурсы, ничего другого здесь нет. И мы можем к нему обратиться. То есть что такое scaffold? Scaffold создал нам базовую структуру, которая позволяет отобразить перечень ресурсов. Мы назвали users, но по большому счету не важно, как этот ресурс называется. Два поля, как мы просили, имя, email, проверки нет никакой, потому что мы только что сгенерировали это по умолчанию, но мы ничего не программировали, мы просто вызвали генератор. Мы можем создать пользователя. У нас есть формочка создания ввода, у нас есть формочка просмотра результата. Мы можем обратно вернуться к редактированию, мы можем перейти к просмотру в виде таблицы. Вот она таблица. Если вы не верите, что это таблица, я могу открыть инспектор, спозиционироваться на эту таблицу и сказать, например, сделай мне таблицу border равно пусть будет два. И у меня ничего не получилось. А сейчас получилось. То есть видите, это таблица. Здесь есть кнопки show, edit, destroy. То есть мы для этого ресурса, который храним, можем сейчас уже выполнить добавление, просмотр, редактирование, удаление. Мы можем создать новый ресурс. Например, user2. у нас их уже два, мы можем удалить, но самое главное, что мы ничего не программировали. Мы просто активировали типичный шаблон, в рамках которого мы создали при помощи этих строительных лесов то, что нам было нужно. Так, и теперь, теперь, естественно, нам надо пройтись и посмотреть, что у нас было создано. Откроем в данном случае текстовый редактор. Значит, и двигаемся, начиная с файла с маршрутами, roots.rb. До этого он был пустой. Ну, за исключением того, что здесь были вот эти наружные первая и четвертая строка. Значит, теперь мы видим, что здесь resources, user. Вообще, в этом файле есть тоже свой мини-язык для описания маршрутов. Он отличается от сенатора, он отличается от рек. Раньше здесь был комментарий, который выводил все, что есть. Сейчас разработчики Rails решили сделать проще. Они в тех местах, где надо обратиться к документации, они просто приводят соответствующую ссылку. Здесь я просто обращаю внимание на то, что всегда, когда вы редактируете какой-либо файл, из системных файлов, я имею в виду, вы можете внимательно посмотреть, на что, на какой ресурс он указывает, открыть эту документацию и сделать в соответствии с примерами документации. Для Rails разработана очень хорошая документация. То есть Rails весьма популярный framework. И для Rails уже разработано большое количество правильно написанной документации, правильно доступной с методической точки зрения, куда следует обращаться, когда вы делаете что-либо, особенно в первый раз. Да и не в первый раз проверять время от времени изменения тоже полезно. Здесь мы видим описание нового ресурса. Дальше мы идем в директорию app, то есть application. В директории application нас интересуют сейчас, прежде всего, контроллеры. То есть добавился контроллер, который называется users controller. Значит, во множественном числе мы создали сущность, которая называется user. Контроллер называется users. Before action, то есть это фильтры, действия, терминология rails, методы этого контроллера называется actions. И среди action мы видим index show new edit create, update destroy. То есть те действия, которые надо выполнять, и те, которые нужны для того, чтобы работало приложение. user helper в данном случае пустой. Jobs он не создавал. Модель, одна модель создана. Она пустая. Называется user. Почему она пустая? Да потому что она создана не одна, она создана в паре с миграцией. А миграция у нас записана вот здесь. Миграция, которая говорит создать модель, создать таблицу users с двумя полями. Вот она присутствует здесь. Ну и time stamp, это дата-время редактирования этой записи. Более того, обратите внимание, я стартовал приложение, создалась база, которая называется development SQLite 3. Здесь бинарные данные, поэтому они выглядят так красиво, и я на этом останавливаться не буду. Следующий пункт, который нам нужен, это представление. Views. То есть представление, директория, названа в соответствии с названием ресурса или с названием контроллера, она называется users, и мы имеем полный комплект всех представлений для всех действий. Например, index. вот она страничка. Создание новой формы, новой формы, создание нового ресурса. То есть для scaffold-генератора неважно, как называется этот ресурс. То есть я его назвал user, поэтому он стал user. Если бы я его назвал, например, там, book, это был бы ресурс с книгами, или table, или там, window, или что хотите. Самое главное, что после того, как вы сгенерировали при помощи scaffold-генератора вот такой каркас, вы можете очень легко исправить. То есть вам не нравится, например, таблица. Вы берете и добавляете соответствующие стили. Вам не нравится, что здесь есть, там, при отображении в индексной странице, например, destroy, вы можете взять и закомментировать эту строку. То есть вы можете воспользоваться scaffold-генератором для быстрого создания ресурса, и вместе с этим вы получаете возможность быстро отредактировать и подправить тот код, который сгенерирован по умолчанию, для того, чтобы не тратить на это время. Ну и самое главное, что у нас создались тесты. То есть поскольку мы создали контроллер, у нас появились тесты контроллера. Сейчас пока они тут особо ничего не проверяют. Опять же, если вспомните, как строится юнит-тесты или мини-тест-тесты, здесь похожая схема, есть сетап, то есть та часть, которая выполняется до всего. Вот они пошли тесты. Но есть некоторые изменения, что здесь это теперь декларативный стиль, то есть тест как метод, который вызывает новые аргументы. Обязательно есть утверждение, которое говорит о том, что тест прошел или не прошел. Пока что здесь утверждение в большинстве своем совершенно элементарное. Они говорят просто о том, что страница открылась, ничего более. То же самое для теста модели. Каркас создан, но он не знает, как тестировать, мы никакие ограничения на логическую целостность не вводили. То есть в целом это все работает, в целом каркас есть, его можно наполнять. Значит, почему у нас получились только маршрутов? Ну, напоминаю, если мы обращаемся для получения списка маршрутов, то есть сейчас вобью маршрут, которого нет, и нам выдается вот такой большой перечень. То есть почему их здесь столько? Причина очень простая. Причина заключается в том, что вообще-то нам надо выполнить по концепции крут четыре действия, то есть создать, прочитать, обновить и удалить. И нам нужны дополнительные действия, которые позволяют отобразить для пользователя не для машины, а для пользователя. Перечень всех ресурсов, которые есть. Отобразить конкретный ресурс. Для того, чтобы создать ресурс, нам надо вообще-то куда-то ввести эти данные, то есть нам нужна форма. То есть new в этом случае не есть действие, которое создает что-либо, она просто создает форму, которую возвращает как представление. Create — фактическое создание. Edit — еще одна форма, которая нужна исключительно пользователю для того, чтобы ему было куда ввести данные. Update — фактическое обновление данных, которые приняты из формы Edit. И Destroy — ясное дело, что это уже удаление фактическое. Кроме того, что здесь еще сделано, мы можем запросить, например, user1.show.json. То есть по умолчанию у нас есть в том числе генераторы данных в формате JSON. То есть обращаю внимание, что я ничего не программировал. Я просто воспользовался scaffold-генератором, создал ресурс user, для которого получил вот такие возможности. Ну и, в общем-то, здесь это уже часть, которую я успел показать. Как он обрабатывает разные форматы? Обрабатывает он при помощи соответствующих вставок, то есть при помощи рендеров, то есть средств отображения, либо при помощи JBuilder соответствующих шаблонов. Это вообще-то была старая Rails, новая немного не так выглядит. По большому счету, это не имеет значения для нас сейчас. То есть формат, в зависимости от того, какой формат запросили, она выдает данные в том формате, как просит пользователь. Это как раз еще один пример представлений. Да, пожалуйста, вопрос. JSON — это подмножество JavaScript. У нас будет отдельная лекция на JSON в следующий раз. То есть мы будем рассматривать этот формат уже более подробно. Сейчас вам достаточно знать просто, что это один из текстовых форматов и что он представляет собой объект JavaScript. Значит, модели. Этот пример от Rails 3 и ранее. Rails в современных нет явного указания атрибутов. Дело в том, что считается, что это избыточно, потому что они и так прописаны уже в миграции. И когда у нас есть текущее состояние базы данных, Rails может автоматически достроить. Нам не надо дописывать это здесь руками. Зачем это нужно, если мы, опять же, мы исправляем только миграцию, и у нас автоматически все это применяется. Значит, в момент загрузки всего кода, помним, что Ruby язык динамический, у нас происходит построение объекта юзер, в который достраивается соответствующие поля. Шаблоны отображения. Шаблоны, естественно, находятся в представлениях. Представления, например, layout. Вот они. Самая важная точка, если вы хотите включать свои страницы, если вы хотите модифицировать общее оформление, вы должны понимать, что подключение других страниц происходит через вызов yield. Вставка здесь сделана на iRubis, подставляется результат, который возвращает вызов yield. Вызов yield активирует обычно подключение тех шаблонов, которые вы указали. То есть, а вот это все снаружи, вы можете поменять как угодно, например, title вы можете поменять, вы можете оформление, подключить свои стили, и эти стили будут подключаться ко всем страницам, которые вы подключаете в коде. Подключаете в коде через явное или неявное преобразование. Неявное, либо явное через рендер. Так, html, здесь рендер у нас есть, вот они. Только рендер для нескольких других форматов, для формата jbuilder. То есть, построение JSON. Так, ну, обычные шаблоны выглядят примерно следующим образом. Например, форма для ввода. Вот очень типичный вид для формы Rails. Используется так называемая foam helper, то есть генераторы формы. Вы не пишете разметку html руками, вы используете соответствующие методы Rails. И внутри вы можете написать в достаточно типовом формате. Там генерация метки, генерация поля текста. Для чего используется вот такая схема? Она достаточно типовая. Она нужна для того, чтобы можно было управлять отображением, например, полей. То есть, вы не пишете просто отдельные стили на каждой из этих полей. Вы делаете div как раздел, в рамке которого включена генерация соответствующих меток и значений. И, соответственно, вы можете управлять стилями для класса field и все, что находится внутри, чтобы оно отображалось таким образом, как вы хотите. Кроме того, мы можем сгенерировать, например, определенные контроллеры, определенные действия индивидуально. Например, один контроллер. То есть, нас не интересует все. Нас интересует только один контроллер с двумя действиями, или action input и view. Значит, выглядит это следующим образом. Опять устанавливаем приложение. Generate. Только надо вообще-то указать, что это rails. Generate. Controller. Короткая форма, просто g. Calc. Input. И view. Вот он сгенерирован, минимальный набор. То есть, сгенерирован сам файл контроллера. Calc.Controller с двумя действиями. Они пустые. И соответствующие представления для них. Вот они. Сейчас они тоже пустые. Но как может выглядеть это приложение? Я не буду сейчас набирать текст. Оно у меня уже изготовлено заранее. Так. Например, rails. S. Мы запустили rails. Localhost. 3000, например, input. Мы получили ошибку. Почему мы получили ошибку? Потому что мы забыли указать Calc. Потому что контроллер называется Calc. И мы получили форму. Форма простого калькулятора. Например, там 10 плюс 20. Сказать, что это плюс. Calc получили результаты. Можем повторить. Значит, как выглядит эта программа? Программа выглядит следующим образом. Код контроллера. Действие input не содержит никакого кода. Она активирует представление. Представление активируется неявно. Конкретно об особенностях скажу уже на следующей лекции. View — это логика. То есть та логика, которая должна быть выполнена. То есть прочитать из формы параметр 1, параметр 2, аргумент, оператор, выполнить действия над этими операторами. Ну и форма для ввода выглядит примерно таким образом. То есть используем form-tag, то есть генератор формы. В рамках него мы создаем соответствующие поля для ввода 1, 2. Ну и здесь мы можем сделать, ну в данном случае это цикл Ruby, который для тех операторов, которые у нас есть, генерирует метку, генерирует radio button, то есть вот этот селектор, который мы можем выбрать. И только один из них будет доступен. В общем-то все. Формочка отображения для результата она совершенно примитивная. Она отображает результат как переменную контроллера, который называется result. Ну и форму, которую вы уже видели. Есть ли какие-нибудь вопросы? Что бы я порекомендовал в качестве литературы? Когда мы начинаем говорить о Rails, естественно, Оби Фернандес уже в Rails 5 прошлого года выпуска, на английском языке. Перевода нет. Перевод был для версии 4, для 4 Rails. Ну и соответственно, есть переводные, гибкая разработка на Rails с М.Ruby, ну и есть в оригинале, в том числе вы можете найти более свежие. Естественно, очень много онлайн документов, то есть Ruby on Rails, это официальная документация, guides.rubyonrails.org, это дополнительные разделы, Ruby on Rails, можно сказать, сайт, посвященный Ruby on Rails в целом, а guides это инструкции и определенные пособия. Rus Rails перевод, Rails Tutorial, это один из учебников, доступный в открытом виде. На этом лекция заканчивается. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова